Я много раз слышала от докторов, от докторов взрослых, что мы не диагностируем и не лечим детей, потому что мы вообще в этом ничего не понимаем. Вот есть педиатр, вот педиатр точно знает. Вот, ну, они так страховались, может быть, да. Так все-таки отличие ребенка от взрослого человека, это вопрос только там, условно, массы тела, ну или вот чем отличаются организмы так серьезно? Ну, даже если мы берем тот же самый иммунитет, представьте себе, ребенок находится в утробе матери 9 месяцев и находится практически, ну, почти в стерильных условиях, там есть некоторое количество микрофлоры, потом он рождается, проходит по родовым путям, собирает микрофлору матери, но представьте себе, если бы у ребенка был такой же иммунный ответ, как у нас с вами, который умеет, реагирует и реагирует активно на все антигены и патогены, ребенок изначально там было тихо и спокойно. Он выходит даже в родблоке где-то, он же не в стерильный мир попадает. Представьте себе, что было бы. Было бы одно большое красное воспаление, правда? То есть его иммунитет, он должен быть настолько контролирован, то есть природа создала его, ну, скажем так, функциональное притушение вот этого иммунитета, именно для того, чтобы создать условия постепенного адаптирования его в этом, в этой среде, которая имеет разного рода других жителей. Притом, его иммунитет еще должен уже разобраться, кто из них плохой, кто из них хороший, на кого стоит реагировать, на кого не стоит, кого, в общем, стоит игнорировать. То есть даже просто по этим вещам становления его иммунопоеза, гемотопоеза, роста, развития, обменных функций, которые активно меняются, они совершенно другие, чем взрослые. Взрослые все-таки пребывают в некой стабильности на протяжении определенного возраста. Ребенок, особенно в младшем возрасте, это абсолютно динамическая система. Те же самые показатели обменные, белкового и жирового обмена, иммунных вещей, они у нас, извините, пожалуйста, в первые 3-4 года у нас аж 12 нормативных столбов есть, потому что это настолько быстро и динамически меняющаяся система. И любые, скажем, нарушения в этот процесс, они имеют достаточно длительные и разветвленные последствия. Однако это все компенсируется тем, что дети очень хорошо адаптируемые, пластичные очень. И поэтому, как бы работая с этим, ты имеешь благодарную почву, когда ты можешь, даже при более-менее серьезных изменениях, они выкарабкиваются и вылезают, и они становятся здоровыми. Поэтому в этом отношении это большая разница. Вот у вас в республике одно время педиатрический путь отменили. Вот сейчас вроде вернули. Вопрос, как бы сказать, семейного доктора стоит. Я ничего не имею против семейного доктора. Мое предложение только одно, что с моей точки зрения сделать семейным доктором врача-педиатра значительно проще, значительно эффективнее, чем сделать из терапевта семейного доктора. И разница только в том, что врачу-педиатру надо просто добавить знаний, связанных с некоторой сердечно-сосудистой патологией, диабетами и геронтологией, гипертоническими делами, что он сделает с легкостью, потому что это то, чего все равно уже есть и уже может быть у тех же подростков. Но это значимо тяжелее брать терапевта и делать из него семейного доктора, чтобы он знал еще все особенности развития. В советские времена же было так, что как бы педиатр после окончания педиатрического факультета формально мог идти в любую специальность. Терапевт же только в сторону взрослого.